Дядя Соня Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня немного об израильском стритфуде Мюраф Ирушалме Так называемая Иерусалимская смесь Говорят, что придумали ее в 60-х годах Немного расскажу Для нее много продуктов не надо В основном это просто субпродукты Куриные сердечки Я их почистила, разрезала Куриная печень Можно взять желудки У меня их нет И обычное куриное филе Итак, давайте начнем готовить Сердечки И все остальное Мы сначала немного подмаринуем Поэтому складываю в миску Что касается печени По израильской традиции Печень нужно обжечь на огне Мангал разводить у меня нет возможности Поэтому я придумала некий способ Как подготовить печень Сначала я это делала кашрута ради Но сейчас я это делаю Просто потому, что так лучше и быстрее Печень потом жарится Итак, я нарезаю ее сразу же На мелкие кусочки Выкладываю в сковороду Сковорода у меня, газ не включен И сейчас покажу Каким образом я эту печень Обычно обжигаю Если вы не соблюдаете кашрут И вам это не важно То, конечно, вы можете этот момент пропустить Так, печень я нарезала Мне понадобится просто газовая горелка Я ее сейчас соберу И обожгу куриную печень Переверну ее здесь же И точно так же обожгу с другой стороны С печенью разобрались Отправляю ее тоже в миску Где буду мариновать мясо Куриное филе Тоже на мелкие кусочки На небольшие Также нарезаю Осталось все замариновать Дело в том, что блюдо Придуманное для какого-то человека Однажды из остатков продуктов А это было именно так Расходится, если это удачное сочетание Расходится по миру Без рецепта Просто таким идет основной продукт А дальше каждый повар уже добавляет Что-то свое Поэтому единого рецепта нет Здесь важно, что это субпродукты Важно, что это курица Может быть индюшатина И дальше каждый повар Придумывает свою смесь специй Я, естественно, покажу вам свою Соль Немного сухого чеснока Я сюда добавляю Немного добавляю куркумы Для цвета Я добавляю в это блюдо корицу Немного корицы И кардамон Кардамон у меня вот только в коробочках Поэтому я должна буду вытащить из него семена И их немного подавить Сколько их тут будет Одной коробочки мне более чем достаточно Просто ножом я их раздавлю И отправлю в маринад Сразу запахло кардамоном Вообще очень классная яркая специя Немного оливкового масла Все это перемешаю И буквально оставлю на 5-10 минут Пока у меня будет жариться лук И сейчас я уже включаю свою сковородочку Чтобы она разогревалась Немного масла Нужно нарезать лук Лука в этом блюде много не бывает Поэтому не бойтесь Не переборщите Сколько бы вы его здесь не сделали Лук могу нарезать на той же доске Потому что у нас все идет в одно блюдо В одну сковороду Такими полукольцами нарезаем И в сковороду зажарить Сразу вас предупреждаю Что это не самое красивое блюдо С точки зрения эстетики Выглядит оно, конечно, не так, чтобы очень аппетитно Но запах и вкус Я вам скажу, что это что-то Лук жарится Сердечки, печень, курица маринуется Дождемся, когда лук станет мягким И начнет приобретать какой-то цвет Лук готов Начал зажариваться И сейчас я сюда же отправляю наше промаринованное мясо И все хорошо обжариваю Занимает это буквально несколько минут Ну, вы же понимаете, что курица готовится очень и очень быстро А печень у нас была уже изначально поджарена В какой-то момент я вспомнила, что забыла поперчить Но не беда, всегда это можно сделать позже Что касается степени обжарки То здесь каждый решает для себя Я люблю пожарить до того момента Когда появятся первые корочки Кто-то любит поболее зажарено Кто-то менее зажарено Если не любите зажаренное Накройте эту смесь крышкой И тогда она, ну, так скажем, подпарится здесь Подварится немного Я дождусь первых корочек Появились первые поджарки И теперь я могу выключить свою сковородочку Ну, и теперь главный вопрос Как есть и с чем есть Есть масса вариантов, с чем есть эту смесь Вы можете ее есть просто так Положили на тарелочку и едите Вы можете дать это добавка к любому гарниру К картошке, к рису, даже к макаронам Ну, то есть с чем любите Есть опция подать это блюдо с хумусом Например, хумус выкладываем на тарелочку У меня сегодня покупной, магазинный хумус На хумус выкладываем нашу иерусалимскую смесь Несколько долек помидора Соленый или маринованный огурец Тоже сюда порежем И, пожалуйста, наш обед-перекус готов Как подают это блюдо в израильском стрит-фуде? Конечно же, в пите Поэтому возьмем питу Конечно же, сделаем кармашек Обмажем кармашек тем же самым хумусом Не жалея такую ложку хумуса Можете добавить тхину Не воспрещается То есть все, что вы любите Можете добавить сюда свежий какой-то салат Только ваша фантазия и наличие продуктов в доме Сюда же, в этот же кармашек Выкладываем нашу смесь Тот же самый помидорчик Просто потоньше нарежем Соленый или маринованный огурец И еще одну порцию нашей иерусалимской смеси И снова помидор И немного огурчика Можете добавить зелень Все, что вашей душе угодно Друзья мои, одно блюдо Два варианта подачи В принципе, очень близкие друг к другу Готовьте, готовьте с удовольствием Кормите себя, родных, друзей, близких Пусть в вашем доме всегда будет Хорошее, вкусное настроение И мирного неба вам над головой Я с вами прощаюсь До новых встреч Пока Субтитры предоставил DimaTorzok